Здравствуйте! Я, Плотникова Анастасия, ученица 9 класса, представляю вашему вниманию свою работу «Человек с сильным духом» Олимпий Воронов. Пройдя всю войну с 1942 года до Берлина, Иван Воронов стал монахом. Уже на посту настоятеля, одного из последних незакрытых русских монастырей, он дал бой многократно превосходящему противнику, дал бой и победил. Я предположила, что человек с сильным духом это духовный человек. Иван Михайлович Воронов, будущий архимандрит и иконкисец, родился в 1914 году в бедной христианской семье в деревне Торчика, Московской губернии. По окончаниям девятилетки два года жил в деревне, ухаживая за больной матерью. В 1932 году начал работать на метрострое, учился в сельскохозяйственных студиях при Московском Союзе художников. А в 1936 году Воронов поступил в изо-студию, которая в те годы приранилась в Академию художеств. Вернувшись из армии в 1938 году, Иван Воронов устроился работать на секретный военный завод. Здесь он и встретил Великую Отечественную войну. Однажды, беспокоясь за судьбу больной матери, Воронов на несколько дней уехал в родную деревню. А когда вернулся в столицу, то застал завод оставленный. Начальство все-таки убежало. Но на местах остались рабочие, с которыми Воронов решил возобновить производство бомб. На фронт Ивана Воронова призвали 21 февраля 1942 года. На фронт уходил не только с автоматом, но и с утюдником с красками. Продвигая с линии фронта, он успевал местным жителям реставрировать иконы и кормил целое подразделение теми продуктами, которые им давали местные жители за реставрацию икон. На фронте Иван Воронов создал несколько этюдов и картин, несколько альбомов, боевых эпизодов. Фронтовые работы мастера уже в 1943 году экспонировались в нескольких музеях СССР. Иван Воронов прошел путь от Москвы до Берлина в составе 4-й танковой армии. Он принимал участие во многих боевых операциях на Центральном, Западном, Брянском и Первом Украинском фронтах. Бог хранил будущего Архимандрита. Он не получил ни одного ранения или контузий. За участие в боях Ворона художных солдат получил 76 военных наград и поощрений. Война оставила неизбладимый свет в душе Ивана Ворона. Война была настолько страшна, что ядов, слава Богу, если выживу до страшной битвы, то обязательно иду в монастырь. С войны Иван Михайлович вернулся знаменитым художником. Как он сам вспоминает, осенью 1945 года, возвращаясь с фронта, я привез около тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов и сразу же организовал в Доме Союза в Москве индивидуальную выставку своих фронтовых работ. Каждый год я устраивал одну или две индивидуальных или фронтовых выставки, что показывала Мороз как художника. Мороз как художника. Но карьера светского живописца не привлекала его. В 1948 году, работая на пленере в Кроице-Серкве и Лавре под Москвой, Иван Воронов был покорен красотой и своеобразием этого места, сначала как художник, и затем решил посвятить себя в служении Лавре навсегда. На поступление в Троице-Серкве Лавру, его родная мать благословила иконы Божьей Матери. Монашеское имя Алипий беспечально. Имя преподобного Алипия, знаменитого иконописца Киева-Печерского. У него не было отдельной кельи. Наместник Лавры показал ему в коридоре место с условием, если отец Алипий утро за одну ночь сделает себе келью в этом коридоре, то келья будет его. И за одну ночь он сделал перегородки. Отгороженную келью внутри обил плочинкой, оштукатурил, побелил, устроил пол, покрасил его. А утром наместник Лавры был чрезвычайно удивлен, когда пришел к отцу Алипию и увидел его за столом, сидящим за столом с горячим самоваром. Вскоре он был удостоен священческого сана, а в 1959 году назначен наместником Псково-Печерского монастыря. На его плечи легла тяжелейшая задача не только восстановить цветыни древности знаменитого Псково-Печерского обители, но другая задача была еще сложнее, защитить монастырь от закрытия его властями. У него было только одно оружие, но самое сильное оружие – слово. Смелость его слов поражает даже из нашего либерального времени. Как же поражающе это смелое и твердое слово звучало тогда. Существует много примеров, показывающих, как отражал Алипий нападение властей. Часть истории рассказана монахом, часть стала достоянием народной молвы и победы над Печерями. Однажды к приезду очередной государственной комиссии по закрытию монастыря архимандрит Алипий вывесил на святых вратах извещение, что в монастыре чума. И в силу этого он не может пустить комиссию на территорию монастыря. Во главе комиссии была председатель комитета по культуре Медведева Анна Ивановна. Именно к ней обратился отец Алипий. «Мне до своих монахов-дураков простите и не жалко. Они все равно в царстве лепеста прописаны. А вас, Анна Ивановна, и ваша начальника пустить не могу. Я ведь за вас и ваших начальников на страшном суде-то и слов не найду. Как за вас отвечать? Так что простите, я вам врата не открою. А сам очередной раз в самолет и в Москву. И опять хлопотать, обивать пороги. И очередной раз побеждать». За многие годы отцом Алипия была собрана замечательная коллекция произведений русской и западноевропейской живописи. Сейчас шедевры этой коллекции украшают русский музей, псковский музей-заповедник, краеведческий музей в городе Пусер. Все оставить людям, каков завет настоящего собирателя и ценителя старины. Алипий Воронов – человек сильный духом. А это значит духовный человек, который долгой власти и победил. Моя гипотеза подтвердилась. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ